Я думаю, что вы все знаете, что и богатство, и бедность у нас в голове есть. Да или нет? Да, да, да. Поэтому я хочу вам рассказать, как можно изменить свое отношение к жизни, о чем сейчас говорила Лариса, путем своего сознания и изменить свою жизнь. Я хочу вам рассказать про доктора наук Джей Диспенза. В возрасте 26 лет он участвовал в треатлоне. Он участвовал в треатлоне, и его сбила большая фура на велосипеде. Он ехал на велосипедной гонке, его сбил огромный фургон, и он повредил себе шесть позвонков спины. У него произошла деформация, доктора сказали, что он останется инвалидом на всю жизнь. Ну, был вариант, что ему вкрутят там каких-то 26 стихтов, он будет несколько лет там тренироваться, и возможно, возможно, он когда-нибудь будет ходить. Но так как он был доктором по профессии, он сказал, ему дали 48 часов на то, чтобы он подумал, делать эту операцию или нет. Операция была очень сложная, так как он был доктором, он знал, что операция может закончиться для него очень плачевно, и он может навсегда остаться общим инвалидом, лежачим, просто общим. И он принял решение, что то тело, которое меня создало, оно меня увеличит. Он отказался от операции и начал четыре часа в день с помощью своего мозга. Утром и два часа вечера он представлял яркую картинку себя здорового и счастливого. И через девять месяцев он встал и пошел. После этого он начал очень глубоко изучать работу мозга, он начал изучать квантовую физику, он начал изучать нейрофизиологию, нейропсихологию и все, что с ним связано. Он писал множество книг, которые в том числе «Сила подсознания», «Кролище нора», «Как за 48 недель изменить себя» изменил миллионы людей. В своих опытах он доказал, что наше сознание порождает нашу жизнь. Он провел такой опыт, когда если человек сядет, закроет глаза и подумает, и представит себе какую-то яркую, очень яркую картинку своего будущего, сознание не сможет отличить эту картинку, реально она или выдумана. Он провел такой опыт. Он посадил несколько человек в одной комнате и заставил их нажимать одним и тем же пальцем на пружинищую кнопку. Они в течение часа нажимали эту кнопку. А другие, столько же людей, они просто в другой комнате сидели и представляли, как будто они нажимали на эту кнопку. И результат был фантастический. Те люди, которые физически нажимали на кнопку, их палец окреп на 30%. Те люди, которые только думали о том, что они нажимали на эту кнопку, их палец окреп на 22%. После этого он еще больше укрепился в том, что наши мысли порождает нашу реальность. И мы с силой своей мысли можем изменить нашу реальность. Мы начинаем сопоставлять себя самого с теми эмоциями, которые мы испытываем. То есть, когда у нас что-то не получается, когда мы получаем стресс, мы думаем, что, ощущая страх, ощущая чувство вины за то, что мы что-то не сделали, мы начинаем все перекладывать на себя. Самое главное, какой вывод он сделал, что нужно избавляться от этих эмоций. Но как это сделать? Потому что наше подсознательное, оно всегда, когда мы пытаемся что-то изменить, оно начинает строить определенные преграды. Из нашего подсознательного, так как это все формируется на психохимических процессах. Наш мозг начинает делать препятствия. Как ты 20 лет сидел и думал, что ты неудачник, ты 20 лет сидел с ним на телевизор, а теперь ты хотел стать удачным человеком. И оно начинает, я уже построил, наше подсознание говорит, я уже построил под тебя все, я построил твой организм, я построил твои мысли, твои действия. И на самом деле психологами доказано, что человек после 35 лет, он представляет из себя биоробота, который постоянно делает одни и те же движения, одни и те же решения. Чтобы изменить эти решения, нужно изменить свое отношение к жизни, к своим мыслям, нужно научиться их контролировать, нужно научить ими управлять. Поэтому, если кто-то, вернее, если вы, я уверен, что вы все, если вы здесь находитесь, вы хотите изменить свою жизнь в лучшую сторону. Вы хотите избавиться от своих ограниченующих убеждений и установок. Поэтому подписывайтесь, подписывайтесь ко мне в Инстаграм, и в шапке профиля вы увидите ссылку, приглашение на вебинар, на мастер-класс, который будет проводить опытный тренинг. Количество мест ограничено, всего осталось три места. Поэтому, кто прямо сейчас подойдет, тот плюс не стану, что получит мою личную консультацию по этому опросу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...